Здравствуйте, друзья! Я Игорь Растрыгин. Вы смотрите шоу «Щелчок» на канале «Бэтсейв Прибалтика». Я с удовольствием представляю вам наших сегодняшних гостей. Менеджер сборных Эстонии Юрий Роуба. Здравствуйте, Юрий. И хоккейстка хоккейного клуба «Гризли» Вероника Тиганик. Здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Ну что же, сегодня поговорим о хоккее. О новостях хоккея. В первую очередь, первый вопрос. Расскажите о себе немного, нашим зрителям. Начнем с Вероники. Вероника, расскажите, как вы пришли в хоккей, как начали заниматься этим видом спорта? Хоккеем я начала заниматься в 2015 году, но я на коньках уже с детства. Я когда-то занималась фигурным катанием. А хоккея пришла так, что у меня папа начал играть где-то в 2014-2014 году, и я стала ходить на его игры смотреть и стал комментировать. «А почему вы так медленно на ллю катаетесь? Почему?» И он немножко разозлился и сказал, а вот иди попробуй, одень на себя все это снаряжение и посмотрим, как быстро будешь ты кататься. Я такая, хорошо. И он нашел, дал мне контакт Катрин Тарвак, которая на то время начала опять собирать женский хоккей, команду в Тайлине после паузы. И я ей написала и пошла на первую тренировку. Там я и осталась. Там я и осталась. Какие первые были эмоции? Это какой-то азарт, я не знаю, что это, игра. Это азарт, это просто, я вообще, я пошла туда на эту первую тренировку, у меня ожиданий не было никаких, я не знала вообще, куда я иду. Я одевала это все, я поняла, что я ошиблась, это нереально так быстро кататься, как я думала, по крайней мере для меня, с этой экипировкой. И пошла на тренировку, и клюшка мне мешала все время первой тренировкой, что мне с ней делать. Но вот это азарт, адреналин после тренировки, там девчонки были, вот это командный какой-то дух, мне очень понравилось. И я сразу, я пошла домой, я сказала, я буду этим заниматься. Мама такая, и ты тоже туда, почему? Ну, вот так. Ну, я думаю, вы не жалеете, судя по вашим результатам, успехам. И... Не жалею. И папа доволен. Да. Папа доволен. Гордится, наверное. Ну, у нас есть еще тут один папа рядом, это Юрий, потому что, конечно, Юрий и ваш сын, известный хоккеист. С этого и начну. Вы своего сына привлекали к хоккею с какого возраста, и как это было, если кратко сказать? Наверное, я не привлекал, больше он сам захотел. Тогда я играл в дартусском вальке, и они с мамой ходили смотреть игры, и после этого так и ему захотелось. Быть похожим на отца? Понятно. С какого возраста Роберт начал играть? Наверное, очень рано, да? Ну, наверное, с трех начал кататься. Аликси. Ну, и немного о вашей работе сейчас. В чем специфика менеджера сборной? Чем вы занимаете большую часть времени? В данный момент так, что я занимаюсь всеми сборными. Всеми сборными у нас их У-16, У-18. Две сборные. Потом 20, мужская сборная, и немножко еще женская сборная. Так что... Вы организуете какие-то сборы? В чем вот это все? Это моя работа, организовать эти сборы, звать туда игроков, до этого согласовано с тренерами. И организовать все эти приезды, уезды и все, что с лагерем, с лагерями. Такая организаторская работа. Да. Очень много организаторской работы. Ну, интересная работа или... Давай. Работа мечта. Делать любимое дело? Да. Очень приятно. Приказали, сейчас у нас мало работы. Ну, надеемся. Надеемся и ждем. В каждой программе наши гости, ну, скажем так, соревнуются друг с другом в находчивости, в знании каких-то хоккейных историй. Узнаем сегодня, как с этим у вас. Я вам сейчас буду читать разные хоккейные байки истории. И вам нужно будет догадаться, чем эта история закончилась. Я на каждую историю буду говорить три варианта, чем она могла закончиться. И вы, проявив интуицию или знание, попробуйте угадать, чем все закончилось. Юрию первый вопрос задам, чтобы мужчина начал. Итак, первый вопрос такой. Лиллиан Хостинг из Эдмонтона прославилась на весь мир как самая пожилая хоккейная болельщица. Когда ей исполнился 101 год, клуб Эдмонтон-Ойлерс преподнес ей необычный подарок. Три варианта. Какой подарок ей преподнесли? Первый вариант. Абонемент на все домашние матчи сезона. Второй вариант. Клюшку с автографами игроков. Третий вариант. Ужин с нападающим командой Райаном Смитом. Первый вариант. Абонемент. Второй вариант. Клюшка с автографами. И третий. Ужин с нападающим командой. Я думаю, что третий вариант. Третий вариант. Ужин с Райаном Смитом. Для 101-летней женщины это самый прекрасный подарок. Абсолютно верно. Один балл получает Юрий. Вероника, не отстаем. Я вам потом еще скажу, для чего это все. Давайте сразу скажу. Кто-то из вас получит подарок. Призы. Призы. Мы разыграем призы в конце передачи. Тот, кто выиграет, выберет тот приз, который ему по душе. Либо вот эту вот кружку с нашим логотипом. Либо вот этот шарф. Замечательный шарф. Который в эту нашу эстонскую ненастную погоду, я думаю, очень пригодится. Ну что же. Замотивировал я вас. Вероника, пожалуйста, вам такой вопрос. В 1995 году капитан команды Флорида Пантерс Скотт Мелланби убил перед матчем забежавшую в раздевалку крысу. А выйдя на матч забросил две шайбы. Что после этого стали делать на арене Пантерс в Майами? Первый вариант. На удачу на арене развели крыс и наняли даже специального человека, который их разводил. Второй вариант. В меню ресторана быстрого питания на арене Пантер появился бургер. Горячая крыса. И третий вариант. После каждой заброшенной шайбы болельщики стали бросать на лед пластиковых и плюшевых крыс. Такая традиция якобы появилась. Итак, что стали делать после того, как убил Мелланби крысу и две шайбы забил? Первый вариант. Еще раз. Развели крыс на всей арене, чтобы больше забивали шайб. Второе. Появился бургер под названием «Горячая крыса». Или стали болельщики бросать на лед игрушки крысу? Ну, я думаю, второй вариант. Второй вариант. Бургер «Горячая крыса». Ну, на самом деле, это не так, но было бы здорово. Итак, на самом деле, правильный ответ – это третий вариант. Болельщики стали закидывать арену на радостях, приносить специальные игрушки вот эти, стали продавать их, крыс этих. Однако, долго эта традиция не просуществовала, потому что после каждого гола, когда стали бросать на площадку, очень приходилось долго убирать. Вот именно, и поэтому подумал, что это невозможно. И НХЛ, простите, потом запретило делать такое у них на арене. Ну что же, пока счет 1-0. Очень интересно. Да, мы продолжаем, переходим к нашей первой теме для обсуждения – это хоккей в Эстонии, его развитие. Юрий, конечно, вам вопрос первый. Что ожидает в наше пандемийное время наши сборные эстонские в ближайшие месяцы? К чему вы готовитесь, какие планы? Ну, так, как все знают, все чемпионаты мира, которые в нашем группе все отменили, их не будет в этом году опять. Так что, сейчас мы думаем об этом, чтобы, может быть, первые сборы сделать апрель месяц только. И сейчас, если вот все это, данная обстановка так продолжается, тогда я боюсь, что даже в апреле мы не можем делать сборы. А так тогда мы думали, что сделаем в апреле всех сборных подряд целый месяц. Так что, это было бы хорошо, а то ребята давно не видели свою семью. Ну, вы так посматриваете на Веронику, потому что говорим о сборных, подразумеваем, что есть женская сборная. Вероника, вы играете за сборную. Какие, во-первых, самые памятные, может быть, ваши воспоминания о выступлениях? Еще не играем. Еще не играем, да, потому что вот мы сейчас пытаемся это создать опять в сборную после 15 лет, да. И сейчас у нас только еще кандидаты, да, я пока еще кандидат, вот. И, к сожалению, да, вот наш, тоже нашу дивизию, нашу группу отменили. Мы уже все собрались духом ехать в марте в Каунас, но не получилось. И вот мы сейчас готовимся, ждем тоже дальше, что будет, когда вот сборы, что дальше, чтобы, ну, в 2022 год все-таки поехать. Да, постоянно мы идут и думали, что может, январе вам сделать кое-что, но в данный момент это бессмысленно что-то организовать. Еще вопрос, все-таки женский хоккей такая специфическая вещь, да, и понятное дело, что долгое время такого вида спорта вообще не существовало, он пришел к нам из Северной Америки, из Канады, из Соединенных Штатов Америки, да. Все-таки для зрителей, для людей, которые, может быть, никогда не занимались этим видом спорта, в чем особенности женского хоккея, вот, Вероника, на ваш взгляд, и на ваш взгляд, Юрий? Ну, первым делом это, да, эмоционально, это все-таки выиграешь, все равно эмоции, проиграешь эмоции, я сейчас вспоминаю, в прошлом сезоне одна игра была, мы 0-1 проиграли, я настолько расстроилась, что я, наверное, минут 20 просто плакала в раздевалке, я не могла успокоиться, как бы, это настолько вот, если ты все вкладываешь, просто душу, и у тебя вот не, ну, не твой день, или не получается, и все-таки это, да, эмоции прям... И слез прямо, да? Ну, слезы, и слезы от радости тоже. Ну, вот, Юрий, вы вот честно признаете, вы плакали когда-нибудь, вот, после игры или, не знаю... После женских игр, нет. После женских игр. Вот вашу карьеру, бытность, было такое, что... Нет, я не плакал. А кто-то из ваших партнеров, мало ли, ну, после какого-то сильного поражения, не знаю... Да, не знаю, наверное, были такие маленькие проигрыши, так что такого не было, что кто-то заблакал, прямо так. Да, не помню. Не перепомните. Да, просто я не был, когда первая сборная женская 12 лет назад, тогда я не был при сборной, и теперь, когда были первые сборы у нас, я там был на месте, помогал, организовал, и очень интересно, очень интересно, это... Женский коллектив. Да, да, и коллектив, и они так серьезно все это принимают, так что добро пожаловать. Да, добро пожаловать. Ну, вы проводите какую-то такую просветительскую работу, то есть приглашаете к себе новых хоккеистов, ну, в клубе, например, я не про сборную говорю, да? К вам можно попасть наверняка, если девушка хочет заниматься хоккеем, да? Расскажите, как вы это делаете? Вы приходите, не знаю, на тренировки фигуристок, например, там, не знаю. Не, у нас были девчонки тоже, которые там знакомых фигуристок уже себе звали к нам, как бы, но сейчас больше вот в соцсетях, в фейсбуке, в инстаграме, и нас находят даже, и пишут сами, вот. И которые у нас, например, у кого папы занимаются, те, например, тоже видят на тренировке наши, и бывало, что написали, типа, у меня дочка, вот столько-столько лет, можно к вам прийти? Давай. Те они остаются, и очень классные, как раз у нас есть молодежь, которые уже поднимают, да? Ну, например, вот папа, девочка хочет к вам прийти, папа против, ну, например, и вот звонит он вам, телефону, там, говорит, вироника, там, не хочу, чтобы моя дочь занималась, потому что, ну, вот, например, она будет вся в синяках, вот, она будет там вратарем, в нее шайба будет попадать, вот, что вы ответите этому папе? Так любой спорт может синяки принести, как бы. Откуда синяки? Там же... Экипировка, вообще, да, защита, синяки бывают, но редко, это невезуха обычно, но в любом спорте могут быть травмы, синяки и все такое. Я думаю, хоккей один из, даже, безопасных, вот именно из-за шлема, экипировки и все так же. Например, футбол бы я играла, мне бы страшно немножко было там падать и все такое. Ну, и в фигурном катании, наверное, тоже травм достаточно, если ты занимаешься. Вот сейчас я, как, ходила просто на лед кататься, без формы просто, и страшно, если я сейчас упаду, что будет со мной, как бы, я не представляю. Сейчас, как я фигурным катанием занималась, вот, без ничего, просто коньки, это, ну, были падения, было, да, больно. В общем, родители, не бойтесь, отводите своих детей, девочек в хоккей и мальчиков тоже в хоккей, да, это не так страшно, как обывателям, обычным людям кажется. В данный момент нет у нас групп отдельно для девочек, так что они должны вместе с мальчиками тренироваться, и потом уже, когда какой-то возраст, там, 15-14, тогда они могут уже с женщинами вместе дальше. И для развития это очень хорошо, если они с мальчиками своего возраста. Скажите, ну, вот, например, те же самые игроки, которые играют за границей у нас эстонские, на кого бы вы предложили обратить внимание болельщикам, понаблюдать за их игрой, вот, может быть, 2-3 человека, кто сейчас на виду и в хороших клубах играет за рубежом? Ну, в хороших клубах, скажем так, что у нас этот возраст, год рождения, от 2000, ну, 99-2000, там есть такие хорошие мальчики, которые в данный момент играют в Финляндии, в Швеции, в хороших клубах, так что там их много, таких мальчиков. Ну, они играют пока еще в каких-то юниорских там командах, не в основном составе. Да, есть... А кто играет, вот, может быть, в клубах уже в основе? Ну, скажем сразу, Роберт Арак, который, ну, уже играл в прошлом году за мужиков, и в этом году он немножко ниже уровнем набирает форму. А что за клуб, какой клуб? Он играет в Луко. Луко, это Финляндия. Да. И в Финляндии тоже хочет обратно выиграть себе место в составе мужской. И потом... Ну, вот нарвитянин Агерчук Даниил, да, играет в хоккейный клуб Сочи, он защитник там, да? Да, но у него нету эстонского гражданства, так что он... За сборную играть не может. Он не может, да. Но он наблюдать за его игрой и может. То есть, радоваться, что в Сочи... Да, что он из Нарвы вырос, и он тоже в молодости уехал в Санкт-Петербург, и этой дорогой дальше пошел. Да, да, да. То есть, мы можем сказать, что те, кто занимаются в Эстонии хоккеем, это все-таки профессиональный уровень или это допрофессиональный уровень? То есть, это еще как трамплин, может быть, для молодежи, чтобы играть, потом уже и зарабатывать деньги своей игрой. Но... Я скажу, что это трамплином пока. Может быть, будет когда-то наш уровень эстонского хоккея, местный уровень, такой хороший. Но... Но данный момент все-таки это трамплином, и они должны, ну, как сказать, вовремя уйти и играть своим возрастом на высшем уровне, тогда они могут добиться целей. Ну, вот команда, которая... Несколько проектов было за последнее время, чтобы в Эстонии был клуб. Последний раз мы говорили даже о континентальной хоккейной лиге, в КХЛ собирались команду организовывать. И что вы об этом думаете вообще, реально это или нет, и насколько это важно было бы для эстонского хоккея? Как вы, Юрий, думаете? Ну, это... Это супер, если бы такой вариант был бы у нас для развития хоккея, для зрителей. Это был бы... Ну, очень-очень хороший проект. Но там очень большие деньги. Сколько, к примеру? Хотя бы так. Плюс-минус. 10 миллионов, 5 миллионов. 5 миллионов евро в год. Бюджет хватит? И Мали-Мало. Ну, вы менеджер, должны, наверное, знать. Смотря какую команду делать. Ну, как у Динамо Рига, например. Уровни там плей-офф чуть-чуть близко. Там немножко, видишь, другие эти... Рига, Динамо может своих игроков. Мы должны всех игроков купить. То есть, еще больше, чем у Динамо Рига. Да, да. Так что... Ну, а ВХЛ, высшая хоккейная лига. Это вторая лига России по силе. Там раньше, ну, если брать советское время, там раньше играл Талекс и Кренголь. То есть, это примерно Рязань, Тамбов, команды. То есть, такого уровня, в принципе, в котором раньше эстонские клубы играли. Это тоже был бы очень хороший проект для развития. Там меньше денег нужно. Да, но я читаю лично, что вот поле-поле доступно эстонскому хоккею играть, например, вместе в финском втором лиге. Легче организовать. Это ближе. Меньше денег. Меньше денег, меньше... Ну, все-все ближе. Все как-то рядом здесь. Если мы говорим про ВХЛ или КХЛ, сейчас сразу. Так что это слишком где-то далеко. И много нужно денег на переезды, перелеты. Абсолютно. Так что у нас и были переговоры и с Местисом на эту дему. И они очень ждут нас. И в чем тогда там вопрос? Там тоже деньги. Ну, тебе нужен спонсор? Или кто эти деньги даст, да? Спонсоры нужны, но у нас даже эти переговоры до этой эпидемии у нас было уже... Мы очень близко были уже к каким-то вариантам. Но потом, когда они начались, мы уже сказали, что слава Богу, что не начали. А то был бы плохий яйц. Плохой вариант. Так что слава Богу, что мы не начали. Думаем сейчас дальше, когда это проходит, может быть опять. Ну, конечно, вот КХЛ и ВХЛ, это эти тоже очень... Если только кто-то пришел и сказал, что я сделаю команду, хоккейный союз это не сделает, это не сделает. Вироника у вас нет знакомых, у кого лишние 5 миллионов? Вот, к сожалению, нет. И это не один раз. Один год, да. Каждый год. Это каждый год надо, так что. Это мечта, конечно, конечно, это мечта. И мое тоже мнение, что Эстония заслуживает команду. Хотя бы одну, которая играла бы или в финской лиге, или в ВХЛ. Мне кажется, КХЛ все-таки слишком высокий. Да, у нас своих игроков нет. Да, у нас своих игроков нет. Тогда люди пришли посмотреть на приезжих команд все. И было бы так, что если, например, приедет заменитые игроки, тогда придут зрители, а когда приедет, не знаю, Кун Луин, тогда не будет зрителей. Так что это опять такое. А если были бы свои, тогда... И мы видим же Рия Динамо тоже, сколько там народу ходит. Так что и там традициями, и все-таки хоккей. Так что... Ну, будем надеяться. Надеяться надо обязательно. Все-таки своих игроков развивать. Да, и возможно, через какое-то время опять вопрос поднимут, что нужна команда в Эстонии тоже. Хотя бы на уровне высшей хоккейной лиги или финской лиги второй. И последний еще вопрос в этой части. Вашем чемпионате немножко расскажите. То есть вы играете, Вероника, за Гризли. Команда называется, да? Какие, во-первых, успехи у вашей команды? Вы там чемпионы, кубок какой-нибудь. Что у вас? Есть ли у вас какие-то результаты уже? И вообще о чемпионате сколько команд? Как часто вы играете и так далее? Ну, мы с Гризли начали играть чемпион только в прошлом году. И из-за пандемии у нас чемпиона не было. Вот у нас игры приостановили. Не доиграли. Мы не доиграли. Вот. В этом сезоне... Тогда было пять команд. В этом сезоне тоже именно из-за пандемии, из-за травм, там мы решили соединить две команды. Мы соединились с Корт Лайер и Эверест. Так что теперь у нас Эверест Гризли. Ну, можно сказать, как проект на этот сезон. И у нас четыре команды. Вот сейчас тоже много... Сколько туров вы сыграли уже? Мы сыграли, только успели три игры сыграть. Вот. Все время отменяли. Кто команда... Одна команда на карантине, другая на карантине. Вот. Сейчас последняя игра у нас была в декабре. Мы в Тарту ездили, сыграли. И сейчас понятия не имеем, что будет дальше. Надеемся, что в январе может удастся сыграть. Ну, полная неопределенность. Я думаю, мы сейчас все живем в таком режиме. Что будет завтра, не знаем вообще. Но желаю вам удачи. И я думаю, наши зрители тоже пожелают вашей команде. Тем более с таким названием. Гризли с Эверест. То есть получается, что Гризли на Эверест. Да, да. Такой интересный симбиоз. И мы продолжаем. Продолжаем. Нашу викторину. 1-0, Юрий, впереди. Вероника. Сейчас вам первый вопрос будет. Много вопросов будет сегодня о хоккейной суперсерии СССР Канада 72-го года. Потому что очень много там разных всяких забавных и не очень историй. Вот вопрос такой. Как известно, суперсерия 72-го года проходила в разгар холодной войны. По воспоминаниям Фила Эспозита, великого канадского хоккеиста, в Москве, когда были матчи в Москве, в гостиничном номере, они обратили внимание на то, что под ковром гостиницы что-то есть, какой-то предмет. Отодвинув ковер. Отодвинув ковер, они увидели, что там было. Первый вариант – подслушивающее устройство. Второй вариант – болты, которые крепили люстру в номере ниже этажом. Третий вариант – дверцу тайника для хранения денег и драгоценностей. Что там под ковром было? Итак, еще раз. Прослушивающее устройство. Болты, крепящие люстру в этажом ниже в номере. Или тайник? Первый вариант. Первый вариант. И это подслушивающее устройство. А вот и… Нет. Второй вариант, я думаю. Да, второй вариант совершенно верно. Вы слышали об этой истории? Или догадались? Нет, где-то припоминается что-то. И чем она закончилась-то? Болты. Увидели они болты. И на самом деле Фил Эспозито со своими партнерами откуда-то нашли ключ. Стали откручивать в такой панике, что ли, эти болты. И потом внизу в номере у люстра огромная упала. Гигантская. Там же эта гостиница, это была VIP, гостиница Украина. Упала огромная люстра вниз в номере. Вот такая вот история реально, которая была. То есть, у нас счет 1-0 у Юрия впереди. Вероника, активизируйтесь. У вас еще шансы есть. Ну что, Юрий, вам вопрос. Суперсерия. В третьем периоде решающего матча, 8-го матча в Москве, руководитель канадской делегации Джон Иглсон попал в руки советской милиции. Его скрутили и силой пытались выдворить из дворца спорта. Что произошло потом? Иглсон, первый вариант. Иглсон с помощью приемов карате раскидал милиционеров и спрятался в толпе болельщиков. Второй вариант. Канадские хоккеисты прекратили играть, вступились за своего руководителя и посадили его на свою скамейку запасных. И третий вариант. Иглсона увезли в отделение милиции и дали ему 15 суток ареста за хулиганство. Какие варианты? Думайте. Третий, я думаю. Еще раз, еще раз. Подумайте. Итак, с помощью карате Иглсон всех раскидал и спрятался в толпе. Второй вариант. Канадские хоккеисты вступились за него и отвели его на свою скамейку. И третий. Он 15 суток провел арест за хулиганство. Третий. Ну, я скажу третий. Третий вариант. Я специально вам подыгрываю. Немножко. Это неправильно. Это неправильный вариант. На самом деле игра прекратилась. И как раз вот этот Фил Эспозита со своими партнерами, они такие все двухметровые, огромные дяденьки, подъехали к бортику и буквально силой вытащили у милиционеров Джона Иглсона и отвели его через всю площадку к себе, значит, на скамейку. И он там до конца игры провел на скамейке своей команды. Вот такая история. Ну что же, счет у нас 1-0. Продолжается. У вас еще есть шансы выиграть наш приз. А мы продолжаем наше обсуждение. Следующая тема – это континентальная хоккейная лига. Большая сильная лига, которая рядом с нами. И мы, в общем-то, тоже наши зрители следят, естественно, за тем, что происходит в КХЛ. Вероника, скажите, следите ли вы за хоккейной лигой континентальной? Есть ли у вас там команда, которую вы симпатизируете или чаще смотрите? Расскажите об этом. Я так вот, как именно это, я не слежу, что вот сейчас, например, папа приехал в Эстонию, он включает, и я вот так смотрю. Но я не смотрю конкретную команду, я смотрю именно, например, так как я защитник, что они делают, как они играют. Так вот мне вот это нравится смотреть. Так вот именно за какую-то команду, балетник. Но есть какой-то в России, или вот не обязательно белорусские клубы, да, латышские, да, есть ли там какой-то защитник, на которого вы смотрите, а вот это, да. Нет, такого нет. Такой прямо идеальный, который вам нравится. Нет, наверное, в НХЛ больше. Нет, в НХЛ я совсем не смотрю. Для меня, в НХЛ интереснее. Вот именно, там все-таки есть такие моменты, когда они тоже ошибаются, или что-нибудь такое, вот, и ты смотришь, ага, вот так не надо делать, или что-нибудь такое. Вот я именно смотрю, чтобы, как правильнее, как они вот разыграют, как они там делают. Юрий, ну, вы как опытный болельщик, я думаю, что у вас такая команда, которой вы симпатизируете сейчас, есть. Или какую-то команду вы болели в молодости? Ну, не знаю, для меня, у меня же был перерыв, когда я жил в Финляндии, и тогда я болел за Йогарит. Но в данный момент, не знаю, Рия Дюнамо и Йогарит, я за них всегда. Или это, или это, так что... А если они вместе играют, друг против друга? Ну, у меня нет такого, что... Ну, допустим. Ну, не знаю, у меня нет такого, что... Вот я не такой сильный болельщик, что вот они должны выиграть и должны матч смотреть. Так что у меня очень много других разных матчей, что надо смотреть, следить. И если я буду как-то очень КХЛ смотреть, тогда другие... У меня будет слишком много хоккея. Слишком много хоккея. Да. И все-таки вернемся к КХЛ. В этом сезоне тоже пандемийный год, и много матчей там переносится. И в целом интересная довольно-таки ситуация в турнире. Давайте немного сразу коснемся Динамо Рига, о том, о чем вы сказали. Перед сезоном было много ожиданий. Вернулся Петри Скудро, стал главным тренером. Несколько игроков, таких значимых для клуба, тоже вернулись на родину. Например, Микс Индрашес. И ждали, что команда все-таки будет прогрессировать и бороться за плей-офф. Сейчас мы видим, что Рига на последнем месте в западной конференции. Это всех очень расстраивает. В чем вы видите причину с вашей точки зрения? Ну, не знаю. Там вроде бы все есть. Есть и игроки, и команда есть, и тренера хорошие. Но если смотреть, то опять их проигрыши, что тогда, по-моему, там, не знаю, больше 10-15, наверное, игр, которые они проиграли с одним голом. Там овертайм еще. Овертайм. И булиты. Булиты, овертаймы, которые они проиграли. Только вот, что даже начали, выигрывали первый, второй период, потом проигрывали. Что там психологическая какая-то проблема, наверное, или, не знаю. Трудно сказать. Трудно сказать. Если бы я знал... Какие-то маленькие, видимо, нюансы. Раз в одну шайбу, там, чуть-чуть, да. Маленькие, у которых растут большие проблемы. Так что я читаю, что они могут играть хорошо. Но что-то мешает. Что-то мешает, что-то... Если бы знали, что... Да, если бы только знали. И там, на реке тоже люди же, вокруг риска Динамо, которые думают все об этом и не могут решать эту проблему. Ну и конкуренты сильные. Запад намного... Сейчас считается западная все-таки сильнее конференция. Там ЦСКА, СКА, Динамо, Москва, Йокерит. То есть те клубы, с которыми сложно конкурировать. Ну, окей, если бы тогда они только им проигрывали, они проигрывают и другим. Так что... Трудно сказать. Ну, идут этот... Опять же, эта болезнь была. И там начались какие-то спады у них. И поэтому я думаю, что они еще покажут себе. Я хочу объявить небольшой наш такой конкурс среди болельщиков. В описании этого видео, друзья, вы можете оставлять ваши варианты. Сколько же очков наберет Рижская Динамо в ближайшей выездной серии, в январской, в пяти матчах. Оставляйте комментарии и свои варианты. И, соответственно, если вы угадаете, то получите от нас такой вот приз. Вот толстовку Рижского Динамо с логотипом БЦФ и с надписью Динамо Рига. Так что принимайте участие и посмотрим, кто победит. Ну, а мы продолжаем. Мы говорим с вами о хоккее и о Рижском Динамо. И о континентальной хоккейной лиге. Ну, два слова буквально о том, кто будет бороться в этом сезоне, на ваш взгляд, за победу. Все-таки какие команды фаворитами в сезоне КХЛ являются? Две, три, четыре. Какие самые сейчас сильные? Ну, авангард теперь. Новый игрок у них. Ковальчук? Ну, вообще, это новость, по сути дела, дня. Что скажете-то? Усилит он или он больше как это пиар-ход такой? Рекламный ход? Или он усилит команду? Наверняка усилит. Хороший игрок все-таки. Ну, 30 сколько? 7, 8? Ну, 38 лет. Если спортом заниматься, можешь и 40 лет хорошо еще играть. Так что, опытный. Там же тоже, может, он в команду привезет, так сказать, какую-то психологическую, может быть. Может, а может и не быть. А может и нет, конечно. Может, потому что есть такие звезды, приходят и на себя перетягивают одеяло. И в команде, которая уже все на ходу, приходит звезда, не всегда хорошо. Посмотрим. Но это, я вижу, это очень сильный пиар-ход. Потому что они его сейчас везде показывают. Красивые фотографии. Но это и в самом деле пиар очень большой, что такой игрок пришел обратно. Ну, не знаю, я думаю, СКА и ЦСКА, они будут играть за эти призовые места. ЦСКА, СКА, Авангард на Востоке. Ну, наверное, Акбарс еще. Акбарс, да. Акбарс идет, по-моему, первым сейчас. Биодинаму в этом году не будет. Московская. Рижская. Рижская. Для зрителей нашей программы компания Бэтсейф приготовила интересные и привлекательные предложения. Узнать о них вы сможете, пройдя по ссылке в описании к этому видео. Ну, а мы переходим к следующему блоку викторины. И у Вероники есть шанс отыграться. Но сначала Юрию вопрос. Юрий. Во время одной из телевизионных трансляций советского телевидения на экране показали улыбающегося малыша. Лет двух-трех, примерно. Естественно, зубы у него выросли еще не все. Как это прокомментировал в прямом эфире известный комментатор Владимир Перетурин? Первый вариант. Вот малыш. Хоккеист, наверное. Вот уже и зубы выбиты шайбой. Второй вариант. Зубы на полку, товарищи. А у нас начинается третий период. Третий вариант. А это маскот нашей команды по прозвищу Зубастик. Какие варианты? Еще раз. Зубы выбиты шайбой у малыша. Комментатор так пошутил. Зубы на полку, товарищи. Или это маскот команды по имени Зубастик. Первый или третий? Ну? Ну, наверное, первый. Первый. Все-таки зубы. Да. Раз такой вопрос. На самом деле, вы правы, Юрий. Да, действительно, в прямом эфире Владимир Перетурин решил, что мальчику просто выбили зубы шайбой. Хотя ему было очень-очень мало лет. Ну, вот такие бывают забавные случаи. Последний вопрос для Вероники такой. Во время, опять же, суперсерии 72-го года, о которой мы говорим, канадские хоккеисты устроили серьезный скандал из-за того, что якобы их плохо кормили. Хотя всю еду и напитки они привезли в Москву с собой из Канады. В чем была причина скандала? Первый вариант. Привезенную канадцами еду съели мыши, жившие в кладовке в ресторане. Второй вариант. Привезенные канадцами говяжьи стейки были таких огромных размеров, что шеф-повар ресторана, не поверив, что это все для одного человека, резал эти стейки пополам. И третий вариант. Переодетые в поваров агенты КГБ специально не докладывали мясо, чтобы у канадских хоккеистов не хватало сил на игру. Ну что, еще раз. В чем причина скандала? Привезенную еду съели мыши. Повар перепутал и думал, что не может такой большой кусок для одного человека, резал пополам. И третий вариант. Агенты КГБ специально не докладывали мясо игрокам канадской сборной, чтобы они были слабы. Ну, третий мне больше нравится, но, я думаю, второй может быть. Второй вариант может быть. И это правильный ответ. Давайте правы. Я бы сказал первый. То есть, получается, да, действительно. По воспоминаниям шефа-повара ресторана «Гостиница Украина», он когда увидел, еще, мы говорим, не видели никогда такие вот эти в целлофане, вот эти красивые стейки, огромные такие, ну не может быть такой один. И когда стали подавать эти стейки канадцам, они смотрят пополам, что это такое, они устроили очень сильный скандал. Хорошо, ну что, у нас 2-1 Юрий выигрывает, да, и мы переходим к третьей теме. Это молодежный чемпионат мира по хоккею, который сейчас идет у нас в Канаде. И первый вопрос, логичный сразу, смотрите ли вы по ночам эти матчи, которые идут там какие-то в 2 ночи, какие-то половины, 5-го Юрий, Вероника, честно признавайтесь. Я сплю. Я сплю, но я по утрам смотрю там клипы, какие-то моменты, счет, хайлайты, да, вот как закончилась игра и так далее, но ночью я сплю. Призналась честно. Что скажете, нравятся вам эти матчи, хайлайты, как там играют, кто понравился больше всех, есть ли там игроки, которые видят что-то? Я, честно говоря, удивилась, что вот сейчас Чехия выиграла Россию 7, нет, сколько там было? Что, это Россия Австрию выиграла 7-1? Да, 7-1, а Чехия 2-0 они выиграли, да, я уже удивилась утром, я помню, смотрела. Так, опять же, за кого-то именно так вот не болею, но я думаю, американцы тоже покажут свой класс, как они сейчас. То есть вы видите Америку фаворитом? Юрий, что вы скажете? Смотрите по ночам, я знаю. Да. Прошел акклиматизацию. Перешли на ночной образ жизни. Да, и смотрел теперь все игры. У меня еще интересно, у меня еще игры Ивашкила, надо смотреть, так что бывает и по три игры в день, так что... Ну, интересные чемпионаты. Три-четыре игры. Что скажете, интересно смотреть этот чемпионат? Я всегда хотел, мне нравилось смотреть на У-20, это такой возраст, где они очень... Нету еще, они еще не... Это такого штампа, что вот надо играть вот в такой схеме все время. И они очень изобретательные, изобретательные. И они творят такие вещи, что в клубах, в мужских клубах не разрешают такие делать. Но они там еще экспериментируют и делают такие вещи, и очень интересно. И она очень быстрая, этот У-20 ОК. То есть высокие скорости, они не жалеют сил, наверное? Нет, да. Так что это очень хороший, интересный хоккей. Зрелищный хоккей. Да. Зрелищный хоккей. Вот сейчас в этом чемпионате какие команды выделите? Я очень жалову, что Россия приедет и всех порвет. Но пока еще, не знаю, может тоже психологические проблемы, что они не могут... То есть пока ожидания от России такие огромные. Все-все-все говорили об этом, что и этот турнир, который они в Финляндии играли. Карелла Капп. Что там они уже, может быть, немножко грылья выросли. В таком уровне. Тим не может, конечно, быть, но не знаю. Может соперники готовятся сильнее, да? То есть ожидая такую команду. Да. И, конечно, канадцы хорошая команда. Я жду от канадцев тоже хорошую игру. Канада, США, Россия. Да? Что скажете о Финнах? Финны же вроде не такие, может быть, звезды. Но они выигрывали сколько раз в последние годы. Ведь тоже чемпионат. Да, но в этом году нет у них такой команды, чтобы они выиграли чемпионат. Пока вы не видите их. Да. Я не знаю. Трудно сказать. Да, трудно. Ну и те команды, которые вы назвали, да, они же всегда фавориты, да, собственно говоря. Все-таки попробуйте предсказать, как к прогнозам относитесь. Все-таки две команды, которые в финал выйдут. Если Россия себя покажет так, как они должны, вот прям, что до ожидания, это тогда Россия будет. Ну, опять же, я думаю, там США будет. Не знаю, Канада, не знаю. Но там еще надо по сетке посмотреть. То есть сейчас, например, Россия играет более... В группе, да, в группе, там посевнее. Там стыковые матчи будут... Но все могут быть. Все еще, да. Да, там еще могут перемешаться. Я думаю, что, наверное, Россия и Канада. А шведы? Мы забыли про шведов. Они очень мощные, крепкие ребята. Я посмотрел такие... Маленькие, крепкие. Там есть такой и такой. Да, да, да. Ну, вот в основном такие прямо гренадеры. Защита особо. И играют-то быстро. Несмотря на то, что такие крупные. Ну, много таких физически крупных. Ну, что? Неужели? Трудно сказать. Я вообще на шведов, честно говоря. Обычно про них меньше говорят. Они меньше вот этот пиар такой, там, звезд каких-то, может быть, там. На самом деле у них уровень выше игроков, выше среднего. И они больше даже командой, может быть, сыграют, чем звездами. Мне кажется, шведы очень сильно в этот раз недооценят. Да, и даже вот щита, которые сейчас были, там они не забивали. Просто возможности было. Они Просков делали, там, не знаю, 60, наверное, в одной игре. Так что только не забили. Так что там, на самом деле, это хорошая команда. Но просто вовремя надо забить. Может быть, тогда они будут и в финале. Посмотрим. Посмотрим. Ну, а я еще раз обращаюсь к нашим зрителям и напоминаю, что коэффициенты на все матчи, в том числе и КХЛ, и Рижского Динамо, можно узнать на сайте BetSafe и попытать свою удачу. Приближается Новый год. Вот ожидания, какие у вас от нового 2021 года и какие пожелания бы вы сделали для болельщиков, любителей хоккея вот в эти новогодние дни. Чего ждете и что бы пожелали для нас, для всех хоккейных людей? Ну, чтобы игры состоялись, чтобы пандемия как-то, ну, не исчезнет она, но чтобы были теперь возможности играть везде, в Эстонии, в мире, чтобы больше хоккей. Да, больше хоккей, меньше вирусов. Да, именно. Меньше и забыть об этом. Чтобы никто не болел. Да, спасибо большое. Юрий, что вы скажете? Какие у вас ожидания? Что пожелаете? Конечно, у меня такие же ожидания, чтобы все это прошло. И жду, чтобы опять наш чемпионат Эстонии начался. Нормально игры можно доиграть в чемпионат Эстонии. И можно опять делать сборы для сборных. Так что надеемся только наилучшего. Давайте подведем итоги, во-первых, нашей викторины. И поаплодируем Юрию, который победил все-таки в ней. Юрий, у вас почетная миссия, как победителя, выбрать тот приз, который вам больше нравится. Надо посмотреть. Надо посмотреть. Потрогать. Наверное, этот. Наверное, этот. Да, 5-7. Отлично. Ну и, соответственно, вам, Вероника. Спасибо большое. Пейте чай или что-нибудь другое. Не болейте. Не болейте. Да, но я подарю своему... Спасибо. Спасибо большое. Он уже подписывает контракт. Да, да, да. Спасибо. К твоей форме хорошо подходит. Да, согласна. Спасибо. Ну что же, спасибо за то, что пришли к нам. Было очень приятно познакомиться. Надеюсь, вам тоже понравилось. Приходите еще. Мы будем вас ждать. Играйте в хоккей. Работайте на благо эстонского хоккея. Вам, уважаемые зрители, тоже желаю удачи. В новом году смотрите наши эфиры. Не забывайте о наших конкурсах. И всего вам хорошего. Играйте в хоккей.